Здравствуйте! С вами Надежда Николаевна. Давно меня не было. Но вот я вас приглашаю на канал Баба Надя. И сегодня я предлагаю вам разговор о нашем духовном росте. Очень много, конечно, есть путей совершенствования. И люди, которые постоянно задают себе вопрос, кто я, зачем я здесь. Вот именно для них я сейчас веду этот разговор. И хочу предложить некоторые странички из статей академика биофизика Валентины Мироновой. Из ее сайта Проза.ру И сегодня я вам зачитаю отрывочки из ее книги, вернее, из статей. Обретение связи со своим высшим Я. Вот она пишет. Ответ. Это внеплановая публикация главы из второй книги, которая является продолжением первой книги, опубликованной на этой литературной страничке «Познай себя или путешествие в храм своей души. Опыт о осознанных действиях человека в тонких мирах». Автор Л.В. Тюрина. Итак, книга вторая. Автор Тюрина. Здесь идет история ее любви, когда она встретила своего спутника жизни, когда она еще была только выпускницей школы. Затем этот, ее вторая половинка встретила ее. И, хотя Валентина сама говорит, что, или автор этой статьи говорит, что она была вроде бы как равнодушна, но потом получилось это делом всей их жизни. Так, и вот здесь, и вот здесь эта Тюрина пишет, что в 2020 году, когда она была на карантине, как и все миллионы людей во всем мире в связи с коронавирусом, чтение интернет, телевизор, уборка в доме и тому подобные занятия. И в это время я читала книгу Джо Диспензе «Развивай свой мозг». Книга очень серьезная, научная, и я ожидала от нее какой-то помощи в более глубоком осознании моих собственных знаний и опыта. И это произошло. Не выразилось такое осознание в совершенно неожиданном для нее форме. По своей натуре она практик, и почти всегда практика у нее опережала теорию. При чтении этой книги ей захотелось теорию, изложенную в ней, познать на практике. И она выразила соответствующее намерение, и вскоре жизнь представила ей такую возможность. То есть она нашла старое письмо от своего возлюбленного, которое когда-то в юности он ей написал, и теперь, когда она его перечитала, то многое из ее жизни прояснилось и из их истории любви. Итак, вот записи даны как дневник. Вот, например, запись от 18 апреля 2020 года. «Мой вопрос к высшим наставникам. Я не знаю, к кому конкретно мне обратиться, так как вопрос мой связан с моим мужем. Совсем недавно я нашла письмо, которое он написал мне 56 лет назад. В нем столько любви, что, читая его сейчас, я в полной мере ощущаю его присутствие, хотя уже несколько лет как муж ушел в мир иной. Может ли кто-нибудь объяснить, что происходит? Почему именно сейчас, когда я нахожусь дома и в связи с коронавирусом, это письмо вызвало такой прилив сил, энергии, чувств? Более того, отчетливо вспомнились события, которые происходили тогда. Он написал мне очень много писем, но я их не сохранила. А именно, это письмо когда-то спрятала, чтобы его никто не прочел. И только сейчас неожиданно его нашла. А ты бы хотела, чтобы ответил сам муж, Лёва? Он готов, но не знает, захочешь ли ты его услышать. Конечно, я хочу, я буду очень рада, если он выйдет со мной на связь. И вот они общаются в тонком, на тонком плане. И вся, как говорится, вся жизнь в нее проплыла перед ее глазами, перед ее внутренним взором. И вот она говорит, что случайностей в жизни не бывает. Если что-то происходит случайно, то, наверное, эту случайность высшие силы готовили очень тщательно, для того, чтобы это произошло. Потому что у нас бывают необычные встречи, необычные какие-то ситуации. Мы не можем сразу оценить ту ситуацию, которая с нами происходит. И только через призму лет мы понимаем, что эти встречи были жизненно важными. Но так как мы не сразу это понимаем, а понимаем только через много-много лет, тогда сожалеть не надо. Значит, так нужно было случаться, случиться. Может быть, еще судьба предложить какой-нибудь тоже очень необычный случай. Итак, вот идет общение мужа с женой на тонком плане. Можно считать это фантастикой. Многие этому не верят. Многие это запрещают, что не надо мыло общаться, не надо их тревожить. Вот. Но некоторые это делают. Грех, не грех. Кто знает, как правильно, как неправильно. И вот наш автор этой статьи обращается к великим учителям. Ну, есть многие учителя великие. Кто-то назовет Кудхуми, кто-то назовет Эль Морию. Ну и вот конкретно наш автор обратилась за разъяснением к владыке Эль Мории и к владыке Кудхуми. В последнее время мне физически стало очень тяжело переносить переизбыток энергии. Я стала чувствовать, что все тексты для книги напитаны преимущественно женской энергией. По своему опыту знаю, что для полноценной духовной работы необходим баланс женской и мужской энергии. Насколько это актуально сейчас при написании этой книги? Ей идет ответ. Это всегда актуально, но во все времена и эпохи. То, что ты испытываешь сейчас в тонких мирах, кардинально отличается от твоих ощущений на земле. Именно этот дисбаланс ты и чувствуешь. Продолжаем дальше. И здесь автор описывает, как она провела или с ней провели опыт вхождения высшего Я в ее физическое тело. Вот она пишет. Насколько я теперь понимаю, что этот эксперимент давно задумывался, но не было человека, который удовлетворял бы своими духовными качествами владыки и дал бы согласие на участие в нем. Я много лет общалась со своим высшим Я телепатически. И были моменты, когда меня не очень устраивали его советы. Только невольно проскальзывала мысль. Хорошо, там наверху побывали бы они в нашей шкуре. Тогда, может, и поняли бы нас. Видимо, эта копия с наличием у меня определенных тонких предприятий послужила поводом для предположения не принять участие в таком эксперименте. И тут она описывает этот эксперимент, который произошел 3 февраля 2016 года. В этот день Задыка Эль Моря дал мне послание, которое во многом объяснило мне суть и назревшую необходимость предстоящего эксперимента с хождением в тело моего высшего Я. Но это, наверное, я так себе думаю, как медитация, во время которой входит этот дух в тело человека. Хотя на эту тему сейчас ломают копья многие великие, просветленные личности. Итак, читаю дальше. Эль Моря пишет. Многие сейчас пытаются привлечь внимание к своей персоне, к своей более продвинутой точке зрения, к теории или к полученной ими информации. Сейчас мы немножко оторвемся от чтения книги. А я хочу еще раз оглянуться назад на этот рисунок, который сделан руками женщины после, наверное, ее духовного восхождения. И здесь в самом деле изображены все энергетические каналы, которые у нас с рождения чистые, а потом в процессе нашего жизненного опыта мы многое теряем. Поэтому тело загрязняется, вернее, энергетические каналы загрязняются. Много эмоций негативных в наших телах где-то там прячутся в виде адреналина. И потом мы получаем многие болезни. Итак, для того, чтобы стать просветленным, нам надо себя эволюционировать. Если ты сам не сделаешь движение вперед, если ты сам не научишь себя летать. Я имею летать, ну, конечно, вы сами понимаете, что летать в тонком плане, фантазировать, мечтать, это одно. А все-таки вам иногда осуществляется, когда вы во сне летаете. Так вот, нам нужно научиться восходить на высшие ступени своего развития. Так, обращаюсь опять к тексту, где Эль Мория продолжает говорить. Как известно, осознание происходит в процессе обретения знаний. И в зависимости от истинности и объема этих знаний, каждый человек формирует собственный критерий оценки жизненных ситуаций. Как раз на этом этапе в сознании человека часто происходят искажения в понимании духовности. И в итоге формируется прегдодуховность. Такие искажения обусловлены недостаточным у начинающего духовный путь человека распознаванием степени истинности получаемых знаний. А неистинная информация уводит человека с истинного пути. Какие же в связи с этим рекомендации можно дать земному человеку? Во-первых, важно использовать свою интуицию одновременно с интеллектом. Ведь в огромном объеме эзотерических знаний сориентироваться самостоятельно очень трудно. Поэтому необходимо для начала пользоваться источниками, имеющими проверенный уже многими поколениями авторитет. Хочу сказать, обратить ваше внимание, что все-таки нужно и мне тоже перечитать Зюнга. Да, это был психолог, психоаналитик, которого очень ценят и его современники, и наши поколения. А во-вторых, очень важно помнить, что эволюция человека происходит на Земле, а Земля принадлежит космическому сообществу и подчиняется всеобщим законам мироздания. Поэтому все знания, которые рассматривают эволюцию Земли и ее человечества, вне зависимости от этого единства, не могут быть истинными. Руководствуйтесь этими рекомендациями, проявляйте достаточную дисциплину на пути своего самосовершенствования, и вы обретете истинную духовность и исполните свое божественное предназначение на Земле. И далее идет рассказ о практике, как произошло ее физическое слияние с Высшим Ямом. Она пишет, что было ощущение, что в таком обновленном состоянии Моему Высшему Ям в моем теле тесновато, и оно, чтобы поместиться в моем физическом теле, вынуждено было стать плотнее. У меня возникла отчетливая мысль, что теперь я не стою на перекрестке дорог и не выбираю, в какую сторону идти, а точно знаю, что меня ведет мое Высшее Ям. Моя задача – слушать его. И это мой путь. Сразу же после такого осознания я отчетливо почувствовала изменение своего внутреннего состояния, которое произошло после вхождения этого теперь единого тонкого тела, и это было состояние решительности. Я не знаю, как это проявится в моей повседневной жизни, но его присутствие внутри отчетливо ощущалось. В таком состоянии я и начала записывать послания моего Высшего Ям. И многие люди обладают такими способностями, такими высокими духовными и нравственными качествами, которые и позволили тебе достичь столь высокого уровня нейтральности сознания, то есть стать осознанной пустотой. Именно благодаря этому я, Небесное, могу считывать информацию через тебя земную. Это дает возможность нам узнавать, что делается на физическом плане, на самом деле, а не через какие, как вы говорите, испорченный телефон недостаточно чистого человеческого сознания. Поэтому даже когда ты смотришь новости и, обладая способностью чувствовать истинную суть информации, по-человечески реагируешь на них, на их содержание, то именно эту твою реакцию я транслирую наверх, потому что доверяю чистоте твоего сознания. И поэтому я предупреждала, чтобы ты теперь концентрировала внимание на своей внутренней реакции, а не на измышлениях своего ума, который может ошибаться. В настоящее время мы с тобой являемся спецкорреспондентами тонких миров на физическом плане. И даже если тебе или другим будет казаться, что ты отстранилась от земных дел, то это не значит, что ты ушла в подполье, не проявляешь активности, и твоя работа не приносит результатов. Это глубокое заблуждение. Твоя основная работа происходит в тонких мирах, и такую работу правильно могут оценить только небеса, а не люди. Дальше Эль-Морья выражает ей благодарность, вернее Выше Я, за предоставленную ее возможность поработать на земле. Итак, вот небольшой такой материал я вам прочитала, что-то с вами рассказала, на что-то обратила внимание, поэтому ты совершенствовала меня. на земле к каждому дому. Главное только, кто захотел. Итак, спасибо. С вами была Надежда Николаевна. Ставьте лайки, нажимайте колокольчик, подписывайтесь на мой канал. До новых встреч!